С 20 ноября в России начал действовать новый порядок Минтранса по допуску водителей автобусов и грузовиков к международным рейсам, то есть введено понятие «международный дальнобойщик». По информации российской газеты, им предстоит сдавать специальные экзамены, чтобы иметь право вести груз в другую страну. И для аттестации водителей международников создадут комиссии, для которых Минтранс прописал специальные требования. А транспортные предприятия, занимающиеся международными перевозками, должны иметь в своем штате таких специалистов. Водители-международники к 2018 году обязаны пройти аттестацию и получить специальные свидетельства профессиональной компетенции. Причем это касается и новичков, и тех, кто уже много лет ездит за рубеж. В минувшее воскресенье около офиса авиакомпании «Волгоднепр» были приспущены флаги. Сотрудники и все неравнодушные ульяновцы почтили память волгоднепровцев, погибших год назад в Африке. 20 ноября 2015 в столице Мали, городе Бамако, террористами была захвачена гостиница «Рэдисон Блю» и около 170 заложников. В результате нападения на отель погибли 19 человек, включая шестерых сотрудников авиакомпании «Волгоднепр», пятерых ульяновцев и одного жителя Нижегородской области. Семьям погибших, а также тем, кто пережил теракт, и их близким в те страшные дни были оказаны все необходимые меры поддержки. Сейчас продолжается работа по созданию мемориального комплекса. Причем над проектом памятника «Волгоднепровцы» работают вместе с областным департаментом архитектуры и градостроительства. Сразу четыре бревенчатых бани сгорело в минувшие выходные в Ульяновск области. Одна в столице губернии, еще одна в Ново-Ульяновске, а две в Ульяновском районе, в селе Новый Урень и в поселке Крутояр. Причина возгорания – перекал печей. А вот в самом райцентре в Ишеевке полыхнуло общежитие, из которого жильцы были расселены около двух месяцев назад, и на момент пожара здание числилось нежилым. Как писали в соцсетях очевидцы, цитата, «Общага – это как памятник всей советской молодежи Ишеевке. Все семьи 80-х через нее прошли. Прощай, общагненько!» И действительно прощай, так как строение полностью уничтожено огнем. Предположительной причиной пожара инспекторы называют «занос источника огня извне», то есть поджог.